Приветствую вас, друзья! Меня зовут Шевченко Александр и это канал Академии Счастья. Сегодняшнее видео по улучшению качества жизни. Поговорим о том, как стать хозяином своей судьбы и как наши суждения воздействуют на реальность. Ведь ни для кого не секрет, что квантовые физики проводят свои эксперименты и видят, что они зависят от того, как наблюдатель воздействует на них. То есть даже элементарные частицы могут вести себя разным образом и занимать разные позиции и вести себя как волна, а когда есть наблюдатель, они проявляют свои функции как частицы. То же самое происходит со всем, с нашей Вселенной. То есть когда мы создаем что-то, конкретизируем, получается происходит другое изменение. Мы видим реализацию. Если до этого было просто пространство вариантов, в котором было возможно все, то потом наступает реализация и происходит проявление. То есть мы можем увидеть, как это пространство, как это поле проявляется в виде какой-то определенной частицы, определенного решения. И мы можем отслеживать его, наблюдать и смотреть, что же это такое, как это проявляется во Вселенной. В данном случае это очень важный момент, потому что когда у нас есть общее пространство, то это пространство вариантов. Там может быть все, что угодно. То есть тут нет какого-то суждения, которое уже четко предопределено. А когда вы это суждение принимаете, оно начинает сбываться, реализовываться. И вот таким образом происходит, соответственно, то, как наши суждения влияют на Вселенную. Вы можете вспомнить в своей жизни, когда вы очень чего-то хотели, то есть создавали такое суждение, например. Я хочу там какой-то, допустим, дом, да? И создавали этот дом в своем воображении. Потом это приходило через какое-то время в вашу жизнь. Или вы хотели куда-то поехать, да? И потом вдруг неожиданным образом вам сообщали о том, что есть такая возможность к этой поездке. Или вы хотели поменять работу, и это приходило в вашу жизнь. То есть все, что угодно, до мельчайших подробностей. Вот. Это может быть самое простое, когда вы хотите, чтобы завтрашний день был солнечным, и он таким и становится. То есть мы можем с помощью наших суждений влиять на реальность. И я это тоже наблюдал в своей жизни, демонстрировал это, когда я говорил, что вот будет теплая у нас зима, и мы сможем зимой быть на пляже, загорать и купаться. И это происходит. То есть изменения происходят. И мы можем влиять на это как источники. Каждый из нас. Не только я, но и вы, и каждый вокруг. И на самом деле, чем больше таких источников, которые создают вот такую цельную картину реальности, которые как бы ткут ее, как на ткацком станке, да? То есть такая аллегория из фильма. То это происходит, и вы наблюдаете потом это. То есть это вот как в экспериментах, да? В квантовых физиках. То есть когда наблюдатель меняет то, что как происходит опыт, как происходит это исследование. Поэтому каждый из нас может влиять на это. И вы можете провести в своей жизни эксперимент. То есть когда вы чего-то хотите, намереваться этого и чувствовать, как это уже произошло. То есть как будто вы уже почувствовали это в своей жизни. И оно реализовалось. Когда вы это чувствуете? Потому что в пространстве вариантов как такового линейного времени нет. То есть когда вы почувствовали, что это реализовалось, то в вашем пространстве, в вашей вселенной это действительно реализовывается. И вы можете пронаблюдать это с любым явлением. Начинать можете с каких угодно вещей. Можете начать с чего-то малого в том, что вы точно уверены. Потому что тут ваша уверенность играет ключевую роль. Я как раз говорил об этом в прошлом видео. Почему не работает терапия или психотерапия. Потому что человеку просто не хватает уверенности, веры, знания в том, что это сработает. Точно так же с любым явлением. Когда у человека есть эта вера, есть это знание, это обязательно с ним получится, сработает. И он получит этот результат. То есть начните с малого. Хотите что-то создать? Создайте завтра, что я проснусь, например, в 7 утра. Если вы действительно это хотите. Не потому что это надо. И наблюдайте за этими изменениями. То есть сначала идет суждение. Потом реализация. Ну если говорить про линейное время. А если говорить про пространство вариантов, то там никак такового времени нет. То есть вы создаете суждение. И уже это в пространстве реализуется. Вот просто когда мы наблюдаем, то мы видим вот эту линейность времени. И нам нужно как бы как такая некая задержка, чтобы пронаблюдать это. Мы пронаблюдали, получили. И обязательно дайте подтверждение себе и Вселенной. Благодарю, что это произошло. Благодарность, когда у вас есть в сердце, в душе. Это очень огромное такое чувство, которое помогает вам лучше жить. И помогает вам в выживании. И чувствовать себя гораздо лучше. Попробуйте это тоже. Просто благодарите Вселенную, себя, Создателя за все, что происходит. И тогда вы увидите, как будет меняться ваша жизнь. Вы увидите, что с вами будут происходить наилучшие вещи, которые, ну скажем так, для вас она подготовила. То есть вы будете чувствовать себя, чувствовать другого человека, вы будете чувствовать Вселенную. Давайте сейчас сделаем, как обычно, небольшую практику, для того, чтобы прочувствовать силу намерения. Опять же, сядьте в удобном месте, закройте ваши глаза и почувствуйте пространство вокруг вас. Потом почувствуйте себя, как сознание в этом пространстве. Ощутите ваше тело в этом пространстве. И когда вы это все почувствовали, создайте намерение. Это может быть то намерение, которое вы хотите осуществить. То есть вы можете создать намерение, я хочу, например, чтобы у меня появилась там сумма 10 тысяч евро, например. Или я хочу создать свое дело, в том месте, где я живу, или я хочу поменять свое место жительства, переехать в другую страну. То есть вы можете создать все, что хотите. Можете создать состояние здоровья, радости и счастья. Тоже очень важный момент. Создайте это намерение и прочувствуйте его во всех деталях. Полностью ощутите его во всей полноте, насколько это возможно. То есть со всеми, скажем так, эмоциями, ощущениями. Прочувствуйте его. Ощутите, как оно выливается в вашу вселенную и становится вашим. Вот. Почувствуйте во всей его полноте, и когда почувствуете, ощутите, как оно воплощается в вашей жизни, в вашей реальности. Вот. Если есть, опять же, какие-то появляются противонамерения, то вы уже знаете, что мы с ними делаем. То есть мы смотрим, что это за противонамерение. И можно сделать формулу принятия, несмотря на то, что, к примеру, я чувствую такое-то противонамерение, я принимаю и люблю себя, свое тело и свою личность, и это противонамерение. И потом дальше продолжайте создавать ваше намерение. Итак, когда вы почувствуете реализацию, когда оно, все противонамерения, вы почувствуете, что это все реализовалось в вашей вселенной, то подтвердите это. Скажите, свершилось, свершилось, свершилось. Благодарю, благодарю, благодарю. То есть поблагодарите себя, Вселенную Создателя, за реализацию этого намерения. И точно так же можно делать в жизни с любым намерением, которое вы хотите воплотить в реальность. Просто освоите эту методику, и вы увидите, как вы сможете влиять на свою реальность. Если остались какие-то вопросы или что-то не получается по практике, то пишите мне в личные сообщения, и мы сможем с вами провести бесплатную консультацию, где я расскажу подробнее об этой методике, выслушаю вас, и мы дальше сможем сделать сессию при необходимости совместную, где вы почувствуете, узнаете, как это все работает. Узнаете эту методику досконально и сможете ее применять в своей жизни. Вот, на этом, друзья, мы будем на сегодня заканчивать. Если видео вам было интересно и понравилось, то ставьте отметку «Нравится», подписывайтесь на мой канал, добавляйтесь в друзья в соцсетях, ставьте колокольчик для напоминания новых видео, которые выходят ежедневно. И, конечно, поделитесь этим видео с вашими друзьями в соцсетях. Я уверен, что они тоже с радостью посмотрят это видео и будут применять его в своей жизни. Также в моей книге в описании там указаны миры вечного познания и полные исцеления. Ссылки в описании, вы можете их прочитать. И буду рад, если напишите свои комментарии, отзывы как под этим видео, так и там, где размещены книги. Я вам желаю счастья, осознанности, исполнения намерений. Пока что посмотрите мои видео, которые появились сейчас у вас на экране. Они как раз о том, как улучшать качество жизни и о процессинге, который помогает человеку убрать негативные заряды и стать осознанным, счастливым. И тогда реализация намерений у него проявляется в полной мере во всем. Вот. Вам счастья, осознанности и мы увидимся совсем скоро в следующем видео. Напомню, меня зовут Александр Шевченко и это канал Академии Счастья. До скорой встречи, друзья! Академия Счастья Академия Счастья Академия Счастья Академия Счастья